всем привет у нас сегодня с вами на обзоре вот такая коробочка от кайзер это бюджетная серия коробочка приехала ко мне из ножового магазина ножиков точка ру ссылка на все их соцсети на магазин будет в подписи и нож приехал нас с вами не просто для обзора а для еще того чтобы мы его могли с вами потестировать но скажем так в несколько расширенном формате давайте заглянем в коробочку вот такой вот очень небольшой приятный малыш от кайзер и вот я думаю что скорее всего это очень адекватная замена крыси чем крысы же у нас есть с вами в двух размерах до маленькая и большая вот а это примерно средний давайте наверное сначала пробежимся по характеристикам я вам сразу хочу сказать что я уже ножом поделал всякие непотребства вы видите вот эти вот следы на покрытии я чуть позже покажу от чего они появились вот ну и давайте пока голые цифры значит вес ножа всего 107 грамм длина клинка 92 миллиметра и поскольку у нас с вами есть шпенек и вот такой вот небольшой чорил да она же дулька то 85 миллиметров полезной длины стали у нас с вами вид же 10 у нас с вами имеется об этом отметочка вот здесь около шпенька и производитель заявляет нам с вами 58 60 единиц относительно покрытия написано что это титановое покрытие ну какой-нибудь нитрит титана на самом деле вполне может быть в обухе 3 1 миллиметра сведен очень тоненько нож 0 4 и 0 5 на кончике и вес 107 лайнер лог да вы видите и толщина лайнера у нас с вами 1 и 5 миллиметров по длине рукояти это 116 миллиметров и в толщину 12 миллиметров накладки изготовлены из g10 и с виду они кажутся очень грубыми агрессивными на самом деле нет карман на карман садится очень хорошо клипса у нас здесь с вами переставляется только либо налево либо направо в районе сего она у нас не ставится относительно в принципе стали вид же 10 чем примечательно и чем мне нравится эта сталь в принципе в любом исполнении даже у спайдерка это одна из немногих стали которая разрабатывалась именно для ножей а ведь же 10 это сталь которая была разработана для ножей и ножниц и у нее есть особенность что поскольку у меня япония через дорогу здесь через речку скажем так дата во владивостоке очень много японских настоящих ножей и как правило они ведь же 10 калят очень клево типа 61 63 и все в таком духе и у нее есть особенность как ты ее тонко не точи когда ты начинаешь резать она идет микро сколами и получается у тебя микро микро пила именно небольшими сколами до что она там ничего не режет а именно такими микро сколиками для того чтобы она могла зацеплять любые пленки любую рыбу самую там не знаю склизкую все что угодно там я не знаю скота какого-нибудь все равно вот именно для этого и делается да потому что вы наверняка обращали внимание что даже вроде бы острый у вас нож но если какой-то такой подкисший помидор до такой мягкий очень острый нож не всегда может сразу зарезаться вот в помидор и при всем при этом если он такой слегка потуплены или есть какие-то выщербленки вот этими выщербленками он подцепляется и дальше у вас режет острая часть вот именно вот здесь в стали вид же 10 на это был сделан расчет давайте мы заглянем в осевой все-таки что у нас внутри в ноже потому что я вот так вот вижу что шайбы но как-то слишком их там много имейте ввиду что здесь у нас с вами в осевом все-таки восьмерочка какой-то странный желтый фиксатор я никогда такого не видел и обратите внимание что у нас с вами по кругу лежит вот такая бронзовая шайбочка обязательно ее не потеряйте так я сразу вижу что у нас тоже профилированный осевой это на самом деле здорово потому что вот я говорю сегодня там снимал несколько ножей подряд и на самом деле далеко не на всех причем значительно даже более дорогих непрофилированной осевой что вам в любом случае нужно две отвертки для того чтобы разобрать нож это но не всегда удобно что ты крутишь там допустим где-то в поле на коленке подтянуть такой нож достаточно сложно с профилированным осевым проблем нет так что-то тут у нас какой-то этот бульон галинобланка какой-то желтый везде разлит наверное был не фиксатор а именно галинобланка у нас с вами везде разлилась там какая-то желтенькая так ага интересно здесь у нас с вами стоит на шестерке упорная боночка и и не выкрутив этот винт мы с вами разобрать нож не сможем так 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 она у нас здесь все так неплохо напрессовано неплохо напрессовано попробуем сделать вот так вот так и вот у нас все с вами получилось так 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 значится у нас здесь с вами какой-то прям супер пупер сэндвич если честно нифига себе первый раз если честно такое вижу значит у нас с вами стоят шайбы из цвет мета но все сделано очень хитро попробую поймать все такое подполированное сделано все здорово значит лежит у нас с вами одна из цвет мета шайба потом у нас с вами вот такая малюсенькая вторпластовая и снова из цвет мета честно вам скажу я такого не встречал я видел что там на эндуре бывают с одной стороны подкладывают вторпластовую но здесь она прям вот смотрите на прям совсем какая-то тонкая и и вот и она меньшего диаметра и и так аж подплющивает но при этом я вам должен сказать что ход клина здесь просто ну суперский учитывая что еще и просит профилированной осевой ну а по самому клину все очень нормально очень предсказуемо это нужно короче видеть я собрал сейчас нож отцентровал его причем я как бы ну это без проблем ты затягиваешь просто затягивается туго и при этом он сейчас работает без смазки на шайбах короче вот эти вот две шайбы и посредине вторпласт короче здесь ты как не тяни все равно достаточно плавный ход что выплевывается вообще классно но и я вам обещал показать откуда у меня появились вот эти следы и так приступаем к легкому продуктовому тесту сначала морковка для того чтобы проверить коллет нож твердые продукты или нет сначала отрезаем много для того чтобы проверить будет ли колоть правую часть потом отрезаем тоненькую и смотрим насколько это удобно ну смотрите значит здесь все хрустит трещит срез достаточно ровный есть вот такая только маленькая одна замух и рыжка я считаю что это именно вот но он вполне подходит для того чтобы резать вот такие твердые продукты тем более тут видите как это как с канатом до что почему режут тоненький канат потому что его game ну на его толщину меньше всего влияет геометрия здесь мы специально режем такой большой толстый продукт твердый для того чтобы посмотреть именно как работает геометрия теперь давайте попробуем отрезать тоненькую контролируется прям отлично очень легко контролировать рез клинок никуда не уводит потому что клинок достаточно тоненький вот такие прозрачные колечки нарезаются вообще без проблем так давайте наверное давайте на хлеба отрежем а потом уже помидор булочка хлеба поскольку клинок небольшой резать будем вот так сбоку потому что такое расположение булки позволяет немножко маневрировать лучше клинком даже вот такие тонкие кусочки вообще без проблем хлеб свеженький поэтому такой мягенький так мяско она смешанная тут у нас мясо и немножко с жирком допустим где-то вас застало нарезание мяса справляется все отлично без сюрпризов очень мягкий сыр у нас это называется типа моцарелла но ничего общего с моцареллой не имеет это скорее по консистенции типа сулугуни вот смотрите клинок короткий в два движения когда его вытягиваешь сыр надрывается но при всем при этом сам срез у нас ровненький то что никаких там залипаний ничего не происходит что если бы мне хватало вот так клинка всего да то у меня бы был ровненький аккуратный срез простите не удержался так помидор помидор тоненький заточка скажем так я чувствую что помидор зацепляет не с первого раза что мне нужно провести сначала в одну сторону и только на обратном движении он начинает подрезать да опять же это нужно учесть режется все тоже очень неплохо по продуктам вполне несмотря на свои габариты справился неплохо я так считаю да что для и действительно нарезание это не столовый нож не кухоник но тем не менее справился он очень достойно сейчас мы попробуем как работает вот этот вот малыш мне больше интересует как поведет себя покрытие написано что это какое-то типа титановое напыление ну какой-нибудь там нитрит титана и прочее нож достаточно тоненький что рассчитывать что вы сможете им делать силовые резы я думаю ну не стоит да потому что он очень тонкий и он просто в руке теряется у него не та задача да но тем не менее мы посмотрим ну короче я вот так по диагонали раскачивая вполне смог его срезать давайте посмотрим как строгает по геометрии супер строгает на самом деле очень как бы классно но единственное что когда нож подсядет да то будет проблема из-за того что сейчас он хорошо проскальзывает именно из-за того что он острый но когда он подтупится будет проблема потому что рукоять очень тоненькая пропихнуть будет очень тяжело ну здесь на самом деле все предсказуемо давайте потоньше попробуем вполне так лучше всего у меня покрытие проверяется на вот этой березке шмитта на ней мы сейчас все это дело и проверим так ну пока пока покрытие держится давайте посмотрим что будет у нас с вами от проводов а ну вот смотрите провод допустим ну так достаточно тяжело но с хрустом блин ну пока как бы все хорошо пока вот это вич 10 держится так ну что проверим покрытие получше а так а а а а а а ах Так Где мой мусорный пакетик Так, мы сейчас чуть-чуть сольем Вы знаете, покрытие пока по-прежнему держится Я вижу только здесь одну царапину И я не уверен, что она была получена На консерве Посмотрим, в общем, при хорошем освещении Ну и, в общем, давайте посмотрим, что у нас с вами по кромке Вы видите вот эту тоненькую блестящую полосочку И это говорит о том, что это у нас с вами тоже замин Замин это, безусловно, всегда лучше, чем скол Потому что вот здесь у нас с вами Именно вот, я не знаю, прям должно быть видно Вот он прям какой большой И я думаю, что это легко все можно выправить На том же триангле Но прежде мне, конечно, нужно будет все это дело поправить Заголтовав, чтобы вот такое покрытие не было вот таким поцарапанным И я, кстати, думаю, что это хороший показатель Что несмотря на жесть Покрытие достаточно неплохо все пережило Это отличная замена уже поднадоевшим многим крысе Самое главное, что здесь материалы поинтереснее Материал рукояти и то, как реализовано сегодня Ну, может быть, кому-то дистанционная втулка нравится больше Но, допустим, сэндвич из шайб И то, что этот нож не перекашивает после сборки-разборки Мне нравится больше Плюс сама VG10 мне понравилась побольше Чем AUS8 на крысах Есть версии крыс с D2 Вот, но все равно, наверное, VG10 для меня будет поприятнее Поскольку она не такая ржевучая Вот, а я пока живу в Владивостоке Влажность высокая Здесь плюс еще есть покрытие Которое, кстати, напомню, справилось очень неплохо Что если сейчас сделать Blackwash То нож будет выглядеть отлично Его по новой заточить и все будет здорово Обратите внимание, что после сборки Никаких танцев с бубном собрал и все Сам вот этот сэндвич прям дает хорошую механику вообще на раз Поэтому парням из магазина ножиков.ру Большое спасибо за предоставленный экземпляр Все ссылки на них в подписи и в закрепленном комментарии Чуть позже у нас с вами будет открыто голосование для выбора следующего ножа Который бы вам интересно было бы посмотреть На таком чуть более расширенном тесте с комментариями Всем спасибо, пока!